Всем привет! Прошел наш с вами игровой Оскар The Game Awards 2019, на котором не только, как всегда, показали, в общем-то, новые игры и раздали, в общем-то, слонов старым, но и случилось нечто неожиданное. Стартовала самая настоящая Next-Gen гонка. Microsoft представила новый Xbox Series X. Блин, с названием у них явно беда. То есть, ну, можно реально запутаться. И показали первый же эксклюзив для новой консоли, и это, о, сюрприз, Hellblade 2. Ну, сперва небольшая полезная нативная интеграция. Полезная, потому что все о том, что я буду говорить сейчас, будет бесплатно. Во-вторых, ну, может помочь вам как-нибудь развить собственные скиллы. Речь об онлайн-университете Skillbox, который обучает самым востребованным профессиям. Программирование, дизайн, маркетинг и управление. Программы вузов не могут меняться так же быстро, как мир вокруг. Знания устревают быстрее, чем вы их получаете. В Skillbox студенты всегда получают только самые актуальные знания и реально полезные навыки. Кроме того, Skillbox экономит время. Студенты сами распределяют нагрузку, смотрят лекции, когда и где им удобно. И, конечно же, не тратят время на дорогу. Кроме того, они работают над реальными проектами, стажируются, идут работать в крупнейшей компании страны. Skillbox образование для реальной жизни. В декабре в онлайн-университете стартовал новогодний марафон по трем профессиям будущего. Веб-дизайн, интернет-маркетинг, программирование. Марафон бесплатный, но доступен после регистрации. Skillbox собрали для вас самых крутых представителей профессий. Вебинары будут вести эксперты из Facebook, Figma, Ozona, Aviasales, ВКонтакте и других. Также в декабре всех участников марафона ждут подарки от партнеров. Подарки приходят на почту участников после регистрации. Например, бесплатные электронные книги от MIF, месяц доступа к приложению по изучению английского, подписки на онлайн-кинотеатры и другие. А для тех, кто дойдет до конца марафона, ждет квиз, победители которого получат гаджеты Apple. Развивайтесь в Skillbox и будьте хозяинами своей карьеры. Hellblade 2 Выглядит просто потрясающе. Шикарнейший ролик с охренительной музыкой и с охренительным размахом. Видно, что это проект уже не Индии, а с большим финансированием, с большим масштабом. И, конечно, Sony сейчас очень-очень злится, потому что Ninja Fury начинал когда-то с ними. На самом деле, за кулисами много всего в этом году происходило. И заметьте, игра называется не Hellblade 2, а Sauna Saga Hellblade 2. То есть Hellblade 2 здесь под заголовок, и на это тоже есть причины, о которых я рассказывать не буду. Это такая сенситив тема. Возможно, как-нибудь спонсорам расскажу. Ну, тем не менее, анонс состоялся, и он охренительный. По поводу Xbox у нас есть информация, да, что будет две версии консоли. Одна такая слабенькая, с прицелом на 1080, и, скорее всего, с прицелом все-таки на стриминг. И будет вот производительная версия с raytracing, с полным фаршем. Многие уже пошутили, что выглядит она как канонка Яндекса. И на самом деле, мне кажется, в этой шутке есть абсолютная доля истины, потому что что-то мне подсказывает, что там будет ассистент, что они не забросят идею домашнего развлекательного центра, который может все. Наши быстрые, самые мощные Xbox будет установить новую бару для перформанса, скорости, компатичности. Ну и очевидно, что вот это поколение у нас, это переходный мостик к эпохе стриминга. Именно поэтому Microsoft сейчас валивает столько усилий вообще в новый Xbox, потому что в предыдущем поколении они подзабили. Такой большой компанией, на самом деле, не очень было важное игровое подразделение. Но вот несколько лет назад все начало меняться, и сейчас возвращаются такие времена, а-ля вот когда был на запуске Xbox 360. Почему? Потому что как раз большая компания увидела в том, что здесь может быть очень большой рынок. Именно с точки зрения стриминга, захвата аудитории и вот этой всей истории с геймпасом, и пошло бабло. Наши 15 Xbox Game Studios развиваются наиболее крупным и креативно диверсным линейком эксклюзивных игр в нашей истории. И сейчас очень много разговоров о том, что на запуске Xbox будет выглядеть мощнее, чем PlayStation 5. Повторится история вот с Xbox 360 и PlayStation 3. У Microsoft будет очень сильная линейка на старте, там говорят аж 12 проектов где-то. И очень интересно, чем сможет ответить Sony, потому что все основные игры сейчас у них выходят на PS4. Говорят, что к запуску PS5 основные франшизы не сильно успевают, то есть вот Horizon 2, он не появится на запуске PS5, например. Понятно, что будут такие улучшенные версии актуальных релизов, того же Death Stranding, Last of Us 2, Ghost of Tsushima, но вот что из эксклюзивного может показать PS5, очень интересно. Пока анонсировали только одну игру, Godfall от Gearbox Software. Это будет такая Destiny Drachil'я, но с ближним боем. И она не эксклюзив для PS5, также она выйдет в EGS, что опять же забавно, вспомните, что я говорил еще недавно. Понятно, что это у нас разогрев, и основная битва произойдет на E3, но на самом деле, мне кажется, в этот раз все будет несколько иначе и менее впечатляющим. Я уже говорил вот в прошлом году, когда PS5 пошли слухи про характеристики, что вот эта вся история с PS4 Pro, с Xbox One X, она во многом, ну, подубьет нам вот этот вот переход с одного поколения на другой, и на самом деле меняется суть консоли, размывается граница между поколениями. И то, что мы увидим под видом PlayStation 5 и вот нового Xbox, не будет сильно отличаться от возможностей того же Xbox One X, но при этом туда добавят Ray Tracing, заложат вот какой-то стандарт технологический, которым будут следовать разработчики, ну, а дальше... Привет, PlayStation 5 Pro и Xbox Series XXX. На самом деле, да, вот привычный смысл консолей поколений, он, конечно, уходит. И на первое место выходит экосистема, сервисы, ну, то есть с консольным рынком происходит абсолютно то же самое. То же самое мы видим на примере кино, на примере мобильных всяких историй. И вообще, я говорю, следующие годы, вообще ближайшие годы в игровой индустрии будут очень интересными, потому что многие привычные представления будут у нас меняться, в том числе с пришествием стриминга. И вы, кстати, могли бы заметить, на Game Awards было очень много рекламы стриминг-сервисов. И PlayStation Now, и Google Stadia изо всех щелей лезла, и даже Amazon анонсировал новую игру New Worlds от Amazon Game Studios. И напомню, в следующем году нас ждет анонс стримингового сервиса от Амазона. Далее, что есть сказать, в общем, по поводу Game Awards, то, что, ну, наконец-то, мне кажется, авторы определились, что они все-таки больше шоу, а не серьезная какая-то награда, потому что, вот, как серьезную награду, я говорил, это очень всегда такая политически сложная штука, нельзя сделать нормальные награды в современной игровой индустрии, потому что, собственно, само шоу, оно в том числе финансируется издателями видеоигр, поэтому здесь такой понятный договорняк, чтобы никого не обидеть, чтобы лицо сохранить. Поэтому игра года у нас секера. Понятно, что там жюри голосуют, все дела, но если бы дали Кодзиме, то, в общем-то, на Джеффа Килле бы напали и разорвали его, потому что в данном случае уже дружеские отношения их вредили Death Stranding, потому что у Кодзимы с Килле давние дружеские отношения, он всячески помогал и продвигал игру. К этому уже начали возникать вопросы у всяких диванных аналитиков. И Джефф, на мой взгляд, красиво сохранил лицо, и Кодзиму не обидели, он взял лучшего режиссера, лучшую музыку, и Мэтт Николсон получил награду за лучшую актерскую игру. Очень жалко Нормана Ридоса, потому что он такой печальненький, мне кажется, сидел в зале. Вообще было много голливудских звезд и продюсеров, и актеров. И Вин Дизель прекрасный появился с Мишель Родригес не менее прекрасно, и вручили они игру года, заодно прорекламировали свою не очень хорошую явно игру по Форсажу. Но ее трейлер у меня, на самом деле, вызвал много ностальгических таких ноток, потому что там есть кадры, где Маслэн Карр едет с пушками по пустыне, и это прям вызывает воспоминания о прекрасной игре Interstate 76. В любом случае понятно, что это такая би-игра будет, но, возможно, неплохая. Посмотрим. Не трогай меня. Я тебе скажу секрет, что я не рассказывал. Вчера я увидел трейлер 4-минута на Фаст 9. Из того, что показали меня опять до мурашек, новый трейлер Final Fantasy 7 ремейк. Я вот единственные, наверное, два раза, когда я сидел с мурашками на этой церемонии, это Final Fantasy 7 и Hellblade 2. В остальном, по-моему, был милый трейлер Humankind. Очень приятная атмосфера игры, очень хочется ее пощупать. Анонсировали 9 to 5 от выходцев из Remedy. Ну, пока непонятно, что это. Wolf Among Us 2 было безумно приятно видеть, потому что, наверное, из всех Теллтейловских игр, это единственная, которая мне по-настоящему понравилась, хоть и не до конца. Мы вот даже немножко себя корим, потому что, на самом деле, всю схему с Теллтейлом мы обсуждали еще в начале года, но нигде это публично не рассказали, что, на самом деле, компанию банкротит специально, и она еще вернется. Великобритания в Вирде. Не очень понятный проект от выходцев из Аркейна, которые работали на Дизонор и Прэй. Они основали свою студию в Умфае, и делают инди-игру Вирде Вест, которая вроде как сочетает в себе топ-даун, да, такую изометрическую графику, и при этом Immersive Sim, но это очень странно выглядит. Я в этот проект, честно говоря, не верю, но, возможно, он окажется весьма харизматичным. Посмотрим. Очень меня заинтересовал Gears Tactics, потому что я очень люблю тактические игры вроде XCOM, а здесь и, в общем-то, это все очень красиво и явно дорого сделано, и, в общем-то, приятный и любимый мне геймплей, и классная вселенная Gears. Вообще, мне очень нравится то, что происходит с гирями, и Gears 5 был отличной игрой, и, вот, мне кажется, Gears Tactics тоже может вполне ничего помучиться. Посмотрим. Анонсировали Dungeons & Dragons Dark Alliance, это будет такой хэк-н-слэш, но трейлер, которым ее анонсировали, он был, словно, из 90 трейлеров ранних геопичных, под такой металл, и это, конечно, было очень ностальгично и приятно. Очень странно в Индии показали Sons of the Forest, которое, конечно, видно, что с бюджетом не сильно, там все хорошо, команда не ААА уровня, но при этом это как будто бы игра по кинофильму Спуск, помните, такой хоррор был. В общем, довольно интересно посмотреть, что из этого получится, так же, как и из игры Похищнику. Еще из такого быкласса выделилась Man Eater, ну, ее уже до этого анонсировали, игра про акулу, которая жрет, в общем-то, туристов. В принципе, такие игры достаточно часто вирусно успешными станут. Ну и, конечно, ждем No More Heroes Freed для Switch'а. Вообще, Switch определенно можно смело назвать платформой года, потому что вышло рекордное количество охренительных игр, я уже вам про это говорил, и, собственно, Game Awards видно, что был комьюнити Nintendo суперактивным, и, в общем-то, Fire Emblem Free House, замечательное, которое я вам уже хвалил, стало игрой года по версии комьюнити. И... который был, в общем-то, в аудитории, и потом в Твиттере, что, мол, может, я вам новую Теслу нарисую, и вообще, может, работа для меня найдется. Короче, молодец. Ну и в остальном, ничего особенно интересного на шоу не было, даже, в общем-то, выступления, ну, были неплохие, то есть открыла церемония Чорч, что очень круто, из композиции с Death Stranding. Была музыка из Госфод Сушима, и не очень вообще к месту, мне кажется, залетевшее выступление Green Day, которое еще было затянуто, и оно было приурочено к анонсу Music Pack'а для Beat Saber, это одна из самых популярных игр для VR'а сейчас. И, кстати, заметьте, VR потихонечку так проникает, да, и на Game Awards в том числе. И вообще, скоро, я думаю, мы к этой теме вернемся, в VR'е происходит много всего интересного, и ближайшие годы для него будут такими годами роста. из хорошего, что мне понравился Game Awards, то, что они окончательно все-таки определились, что они шоу, поэтому они очень быстро скакали, нигде, в общем-то, кроме Green Day, наверное, не замедлялись, и награды ушли на второй план. И хорошо, потому что, ну, с награды этих, если бы они были на первом плане, у меня бы с них лично бомбило. Так, не сильно бомбитые. Это просто шоу-праздник. Конечно, обидно, что из-за формата мероприятия, из-за всей этой игровой политики, вылетает куча тайтлов. Например, вообще даже никак не упомянуто было там, Метро, Black Tanel Innocence, там, был в каких-то номинациях, но в итоге им пришлось рекламу покупать, чтобы кто-то про их игру вспомнил. Ну, короче, было много таких, на самом деле, неприятных моментов, если в них залезать. Ну, мне кажется, что само шоу не претендует на вот эту академическую какую-то серьезность, поэтому и взятки гладкие. А на самом деле, может быть, даже обидно, потому что был один вот момент, когда вышел Реджи, бывший глава Нинтендо Америки, и он сделал презентацию за лучшую новую инди. Он очень классную, проникновенную речь произнес про инди-разработчиков, и вот он напомнил, как это, в общем, на самом деле, по-нормальному должно быть, как на Оскаре, да, когда действительно чествует по-настоящему труд разработчиков и игровой индустрии, и это пафосно и красиво. И да, он говорил речь про инди-разработчиков, какими они должны быть. Но вот после этого показали, в общем-то, номинантов, и мне стало понятно, что среди инди-разработчиков как раз ничего этого, того, что он говорит, нету. Никаких инноваций, никакого взгляда в будущее. Это повторение, наоборот, старого, пускай хорошо и мило сделанного. Но, тем не менее, это был такой кусочек шоу, которое мне, на самом деле, может быть, и хотелось бы посмотреть, где по-настоящему душевно люди, которые многое сделали для нашей индустрии, говорят о ней теплые слова. А вот этого на Game of Thrones, к сожалению, не хватает. Но, с другой стороны, я говорю, я все понимаю, это очень сложное шоу для организации и очень сложно удержать внимание миллионов людей, которые это смотрят. Поэтому, в общем-то, есть как есть и достаточно умно это все шоу спроектировано. Я не могу больше быть экзекутивом в этой индустрии, но я всегда буду быть амбассадором для видеоигрыша как мощь для хорошего и мощь для весны. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok